Я здесь! За эту улицу стою! Начну с того, что он яростно везде заявляет, что он прям вырос в опасном районе Новосибирска. В жестких условиях он прям прочувствовал жизнь. И роль Кащея для него просто пыль. Он жил в этом. А маменькин сынок Иван Янковский, мажорик с Москвы, сыграл тут Адидаса. От него еще и люди тащатся. А он просто сыграл. Он не жил такой жизнью. Я думаю, серьезно? Население Москвы 13 миллионов человек. Во всей же России проживает больше 146 миллионов. И 13 миллионов в Москве это, сами понимаете, далеко не коренные жители. Большинство приехали с регионов. А в Новосибирске было? По-любому. Ей тридцать нельзя было. Ни в очках надо ходить. Я не знаю. Ни одежда. То есть там те в натуре за все могут предъявить. И я это к чему? Он так задвигается в Новосибирск, будто он чуть ли не единственный в таком городе жил. Мужик, успокойся. У нас на 95% людей из СНГ жили ровно в таких же условиях. Ты жил в максимально обычном, среднестатистическом городе. Это не какой-то гетто район из США или самый опасный город в мире. Я сам родился в городе Аксу. Это Казахстан, Павлодарская область. С полжизни там прожил. Потом переехал в Россию, в город Тихвин, это Ленинградская область. И все, о чем ты говоришь, все было то же самое и в этих маленьких городах. И вообще это странно так кичится, в каких лютых местах ты вырос. Это мне напоминает интервью рэпера Обладает. Он также про опасный Иркутск сгонял. Как бы, ну там на самом деле есть районы, есть улицы, где ночью там вряд ли будет тебе безопасно. Криминал в Иркутске, ну довольно развит. Да у нас, куда ни глянь, везде опасно. Я абсолютно не понимаю, на кого нацелен такой пункт. На несколько процентов богатых с детства людей, живущих в элитных районах. И самое смешное, Калагривы так сгоняет за то место, где он жил, что кажется, что он уже в 90-х с бандитами дела решал, и ему уже под 40. А он 1994 года рождения, на один год меня старше. Все, что уже наше поколение видело, это остаточное явление. С каждым годом становилось все лучше. А вот раньше просвета не было видно, и криминал был реально на высоком уровне. А что про эпоху? Что про эпоху? Ну ты сказал, что ты вырос в этом. Я вырос в Новосибирске, там цивилизация дольше доходит просто. Я вырос в этих местах, в отличие там от Вани Янковского. К чему вообще был этот подкол в сторону Янковского? Человек прошел огромный путь в киноиндустрии. Он очень убедительно сыграл Адидаса в слове пацана. Что за логика, что надо именно эту жизнь пройти? Может ему на войне надо было сначала побывать, а потом к роли в кино приступать? Или ты у нас берешь только те роли, которые именно вот сам лично проживал? Я за этот фильм встаю! Если человек талантливый, реально талантливый, то он тебе кого угодно убедительно отыграет. И самое важное, чтобы люди, которые это посмотрят, видели убедительность. Давайте пацаны слово дадим. Слово пацана. Слово пацана. Слово пацана. Слово пацана! Далее калагриву у нас оказался не такой, как все. Вот это меня прям повеселило. Ты смотрел? Нет. И не будешь? Слушай, это как с Игрой Престолов. Вот всеобщее мнение было не поступать мне в театральный институт, и вот сейчас всеобщее мнение, что слово пацана это классно. А многие даже не разбираются, какие артисты там как работают. А работают ли они достойно этих оваций, которые вы раздаете? Или все-таки есть сериалы, где такие же артисты, но работают намного круче и пронзительнее? Что это за нелепый снобизм? Сериал переоценен. Я не смотрел слово пацана, не смотрел Игру Престолов. Так кому ты хуже-то сделал? Меня всегда напрягали не такие, как все. Они хотят выделиться, вот прям так свысока смотрят. Ай, ты быдло, смотришь все, что тебе дают. А я вот не такой, как массы. Но если массам это заходит, прежде чем хейтить, ты сначала ознакомься, а потом высказывай свое не такое, как все мнения. И все, что дальше вы сейчас будете слышать о кологривом, все это будет сводиться, что он популист с завышенным самомнением. Люблю своим приходом развенчивать мифы о таланте наших многих артистов. Потому что, я говорю, сделать классную роль несложно в кино. Он прям заигрывается аудитория вечно недовольных, озлобленных людей. Не таких, как все, и пытается на этом выехать. Казалось бы, он говорит непопулярное мнение. Но нет, оно как раз-таки находит отвлеку миллионов. И наоборот, мое видео сейчас вызовет негативную реакцию. И в комментах, скорее всего, будет жесть твориться. Ведь за ним идут люди. У него уже большая аудитория с такими же мыслями, как у него. Но, повторюсь, он популист. Он, возможно, в душе так и думает. Но, заметьте, он вбросит что-то, а потом аккуратненько сглаживает углы, чтобы потом, если что, ответить. Да нет, ты до конца посмотри. Я же сказал тут, что да, исключения бывают. Сериал не смотрел. Актеры молодые, почти все бездари. Юнковский не жил этой жизнью. Но сериал-то классный. Да и Жора Крыжовников молодец какой. А работают ли они достойно этих оваций, которые вы раздаете? Или все-таки есть сериалы, где такие же артисты, но работают намного круче? Мне кажется, это очень сильный рекламный ход. Безусловно, офигенный сериал. Безусловно, очень крутой. Безусловно, я очень рад, что такая популярность. Я не ожидал. А ты смотрел? Нет. И не будешь? Тут, в принципе, чё? Ёлки-палки. Ну, чё ты в натуре? Чё, сложно, что ли? Чё, прикалываетесь? Ребят, ну, перестаньте. Давайте не возвышать того, чего нет. Поэтому я вам быстренько здесь открою глаза. Хотя низкий поклон Андрею. Ну, зовут не Жора, а Андрея, если что. Ну, и дальше он проехался почти по всем молодым актерам из сериала «Слово пацана». А что, сыграть такую роль очень легко. Чё вы тут понтуете, сидите? Героя красавчика играть очень легко. Вот я в некоторых интервью рассказываю, как сделать из ничтожества хорошего артиста. Очень легко. Особенно для девочек таких, как ты. Да ещё и ценники за рекламу заломили. Чё вы себе тут позволяете? Я такой большой путь прошёл, а вы чушпаны за секунду популярными стали и звезду поймали. Они уже ценники такие в сторис у себя заломили, эти. Творцы, гении. Сейчас посмотрим на их следующие работы. Сейчас слово пацана «Кипиш» закончится, как вот с «Игрой престолов», с «Кальмаром», вот со всей вот всё, что было вот у людей. Вот сейчас это всё опустится и наступят другие периоды в их жизни. Как вообще в дальнейшем люди будут работать с этим актёром, не уважающим других? Он просто опосрал сериал актёров, которые там играют, а он вот там чуть ли не один самый талантливый. Другие жизни такую прожили, остальные вообще молодые ещё. Что это за негатив и поливание грязью коллег? Чему это вообще недовольство о том, что пацаны прайс подняли? Тебе вот самому не кажется это нелогичным? Стать более узнаваемым и оставить прайс, который раньше был. Засрать себе всю ленту в запрещенной инсте с дешёвой рекламой, но зато остаться трушным. Что за чушь? Тебя смотрит больше людей, ты берёшь больше денег за рекламу. Это же логично. Вот ты сейчас стал узнаваемым актёром и не говоришь, что ты будешь работать за такие же деньги. Это же бред. На твоём лице люди заработают намного больше, чем они бы заработали, не снимаясь ты в этом сериале «Слово пацана». Сериал принёс тебе широкую узнаваемость. Да, ты популярен был в узких кругах, у тебя были фанаты, тебя знали режиссёры и продюсеры, но это не было такого масштаба и ты должен быть благодарен вообще всем тем, кто связан с этим проектом. Теперь ты можешь реализовать то, что не мог ранее. Теперь твой творческий путь станет легче, и это глупо отрицать. Но Никита у нас, повторюсь, не такой, как все. Он противоречит просто практически во всём. И люди, такие же озлобленные на всех подряд, как он, хавают это и не замечают, что он, по сути, не вышел из роли харизматичного злодея. На этих подкастах и интервью он продолжает играть и манипулирует сознанием таких же злых и не всегда образованных людей. Вот чего стоит его заявление о музыкантах и артистах. Думаю, что надо убрать эту профессию из разряда пантеона в стране и отдать пантеон хирургам, спасателям. Разрезают машины, они достают там из пожаров. Ну прикинь, и тут же актёр. Блядь, прыщ. Лям не получил, блядь, за корпорат. Иди нахуй вообще, ты чё, прикалываешься? Какой корпорат? Ну мне кажется, вот сейчас мы на таком рубеже, когда мы придём к тому, чтобы у нас урегулировалось этот фон. Не должны столько бабок получать артисты за то, что он спел песню. Это легко, спеть песню. Когда ты умеешь петь, это легко. Легко написать песню, блядь. Даже про разбитую любовь, когда ты сидишь, блядь, на Бали, вот так вот. Ты моя луна, на Бали жду тебя. Всё, блядь, записал. И чё толку, что сложно это было? Ой, какой же популизм. Он говорит то, что хотят слышать люди, но его слова ничего не стоят. Какого чёрта ты вообще тогда зарабатываешь на своей профессии? Отдавай вообще весь свой гонорар хирургам, спасателям, учителям. Ну ладно, оставляй 50 тысяч на жизнь и всё. Ты же наш Робин Гуд, раз всё это так просто и незаслуженно. Или он говорит о том, как легко петь песни. Да, что ты вообще об этом знаешь? Посмотри, сколько вокруг нас тех же рэперов. Каждый второй молодой пацан, ты сам об этом говоришь. У нас сейчас все рэперы, у меня все друзья рэперы. Все, кто без работы, они все рэперы. Ну и теперь скажи, сколько из этих молодых пацанов реально станут известными и богатыми? Из миллиона единицы. Единицы реально смогут это классно монетизировать. Но для тебя же это легко. Сел да песенку написал. Что это за лицемерие такое? И Жарахов сидит молча и хавает это. Но друг мой, Калагри, вот тот же Жарахов, чтоб оказаться на этом месте, прошёл огромнейший путь. Он посвятил всего себя этому. И он достоин быть на этом месте. А ты берёшь и принижаешь таких, как он. А Эльдар в моменте не додумался или постеснялся выскать свою позицию. Потом он в Телеграме оправдался, но уже как-то мне было поздно. В каждой, абсолютно в каждой профессии есть тот самый один процент людей, которые зарабатывают много, в отличие от остальных. Да, доктора действительно мало получают, и это обидно. Но есть один процент докторов, которые зарабатывают баснословные деньги. Лишь один процент артистов зарабатывают доходу. Остальные 99 не слышали о таких бабках. И ведь всё верно. У нас есть богатые учителя-миллионеры из частных школ или там работающих на богачей. Хирурги богатые, спасатели богатые. Есть такие люди, но их единицы. Так же, как единицы популярных личностей. Но легко вбрасать вот эту чушь зрителям, ведь они поставят лайк тебе за это высказывание. Но это всё пустословие. Пока ты сам лично не будешь переводить свои деньги выше перечисленным профессиям, тебя никто не будет серьёзно воспринимать. И вообще меня всегда удивляла вот эта тема сравнений, когда условных тиктокеров хейтят за то, что они получают миллионы, а учителя копейки. Я, может, чего-то не понимаю, но при чём тут вообще тиктокеры? Они что, воруют эти деньги? Вопрос нужно не им задавать, а государству. Почему такие низкие зарплаты у реально важных профессий? Нашли козлов отпущений, конечно, тиктокеры, блогеры, певцы. Ай-яй-яй, деньги зарабатывайте, а мы тут каждую копейку считаем. И эти бабки для меня, они другие будут. Я ими по-другому буду распоряжаться. И ещё немного о противоречии и снобизме. Никита заговорил, ох, сейчас музыка не такая, как раньше. Чё этот Big Baby Tape там поёт вообще? Такой текст песни Каста и песню Big Baby Tape. Я понимаю звучание, типа, на южном берегу в Штатах. У них не было Пушкина, Чехова, Лермонтова, Достоевского. А у нас-то чё? Вы чё, прикалываетесь, что ли? Это же деградация. Как можно иметь лучшие стихи два века назад, а сейчас писать намного хуже? Вы мне это объясните? Любое стихотворение Лермонтова, в нём больше словарный запас, чем в альбоме у нынешнего рэпера. В одном. И это же деградация. Давайте сразу покажу, в чём противоречие и выскажу мнение. Триагру, Трика, Ака-47 сначала. Изусть там знаю почти все песни его. Как дела у твоего дяди? Как твоя мама у неё пи***тые оладьи? Музыкальный критик Алагриву слушал Триагру, Трику, Ака-47. Перед ним сидит Джарахов, который про Элдак поёт. И он говорит, что вот чё этот Big Baby Tape себе позволяет, когда у нас такая богатая история. Так, а ты сам кого слушал? Исполнители, которые читали про наркоту и полстраны считали, что это круто, ведь их любимые артисты об этом поют. И я тоже буду теперь употреблять. То есть Ака-47 это не деградация, Big Baby Tape деградация, да? Опять же, популизм и заигрывание с людьми, которые не любят нескульное звучание. И важно понимать ещё то, что есть разные ответвления в музыке. Кто-то делает упор на смысл, кто-то делает упор на звук, кто-то делает смешной рэп, кто-то делает серьёзный рэп. И это нормально. Тот же Джарахов перепробовал кучу жанров и какие к нему могут быть вопросы. То же самое в фильмах. Нельзя сравнивать комедию и ужасы, мелодраму и документальное кино. Это разные жанры. Также и музыка-тейпы. Это просто качи-развлечения. Причём тут вообще деградация. Можно сравнивать качество контента, как снято, как исполнено, но в каждом жанре свои приколы. И если ты этого не понимаешь, то это не значит, что деградация. Это твои личные проблемы. Вот ты слушаешь только умную музыку, смотришь только умные фильмы, то есть ты вообще не можешь себе позволить посмотреть что-то лайтовое, посмеяться. Вот, кстати, недавно с хозяевами ролик ты снял, который в целом делают только развлекательный контент. Но отчёт про то, что они выпускают деградирующие видео, ты не говоришь и сам участвуешь в их проектах. Не лицемерно ли? Давненько с тобой не виделись. Интересно, почему же так долго шёл ко мне? Также он с уверенным лицом заявляет, что блогеры безработицу снимают. Блогер – это значит, что ты снимаешь свою безработицу. Какая же это чушь? Вот лично я ещё небольшой блогер, но бэкграунд какой-никакой есть. Я на ютубе с 2015 года делаю контент, на других каналах работал долгое время, написал тысячи сценариев, продал сотни реклам, смонтировал сотни роликов, и я уволился с завода только в ноябре 2022 года. Я там 6 лет отработал и писал сценарии, пытался делать видео в свободное время. О каких вообще блогерах ты говоришь, которые снимают свою безработицу? Чему вообще такое обесценивание труда? Почему почти каждый твой месседж направлен только на позитивную реакцию обиженных и злых людей? Блогеры бесят, актёры бесят, певцы бесят. Также и девчонкам из инстаграма досталось. А сейчас девчонки, вот посмотрите инстаграм. Я смотрю это как на витрину, просто вот витрина, и они не понимают, что это, ну, это просто стирает вот эти, так скажем, эту цену женщине. Снова популизм нацелен и на консервативных людей, для которых блогеры это бездельники, девчонки в инстаграме все шлюхи, и вообще весь мир против тебя. И самое смешное, с какого высока и большого жизненного опыта ты говоришь это всё. Вот молодёжь у нас такая вот вся плохая, бездарная, плохо работающая. И это говорит пацан 1994 года рождения. Ты очень грустно говоришь про нынешнее поколение. Ты в нас не веришь? Конечно. Я, нет, я верю в тех, кто работает. И их очень мало. В основном айтишники я их встречаю, это те, кто постоянно на работе. Или киношники. Нет, и архитекторы, и строители. А творческая молодёжь, в них я не верю, если честно. Это насколько нужно было потерять связь с реальностью и с молодым поколением, чтоб настолько о них плохо думать. А чем ты тогда отличаешься от реальных стариков, которые живут в своей вселенной, и для них также все молодые, это потерянные тупые. От этого ведь очень много проблем. Люди не хотят впитывать в себя что-то новое, а это останавливает развитие. И при всём таком моём хейт-спич, я не могу не признать, что Калагри вы талантливый актёр, но он ведёт себя уже как звезда Колливуда. Пацаны, которые подняли себе прайс на рекламу, хотя бы не унижают публично своих коллег, и они не выглядят на его фоне чсвшными. Но опять же, я вот заканчиваю потихоньку ролик и понимаю, что в жизни возможно Калагри вы нормальный пацан. Просто в интервью перед нами сидел Кощей, который захотел вызвать у людей эмоции. У него это получилось. Надеюсь, он выйдет из этого образа и будет нести в массы только позитив. А на этом всё. Высказывайте своё мнение в комментариях и подписывайтесь на канал. Скоро много интересного контента. А с вами был Артём, канал Hypology. Пока. Пока.